Вот скажите, сколько у вас есть друзей? Друзей, на которых вы готовы положиться? И это вопрос для тех, кто в возрасте. Друзей, не обремененных ипотекой. Друзей, без кредитов и лизинга. Чего-то, не так много, а? Конечно, я бы мог пригласить всех тех, кого считаю друзьями по одноклассникам. Их было бы море. Но не то море, чтобы мне помочь. А помощь-то нужна. И вот так получилось, что всех своих операторов я похоронил. И диагноз-то был онкология. И мой дивный врач тоже ушел. И опять же онка. Мой друг из лучших, Валера Гемерверт, которому в прошлом году исполнилось 10 лет, и онкология которого не давала нам жить на протяжении нескольких лет, умер не от рака поджелудочной, в коей мы влупили десятки тысяч долларов, а умер он от рака прямой кишки. Что определяется очень быстро. Но тогда я не знал, чем помочь. И хотя для приятеля своего другого, Сушкова, я знал, куда ему ехать, но он не поехал. А вот для Юры Пырялина я все нашел. И он бы мог жить еще 15 лет, но похоронила его родственница. Через год. А зря. И все эти люди знали одно. Как я готовил шашлык. Да потому что в бытность работникам телевидения шашлык правильный был для нас частью вечера, в которое много чего входило. И языки, и студеня всякие, и пельмени, и много водки. Но шашлык мариновался в луке. И правильно то дело было. Лук вымачивает мясо, не заставляя его быть ничем, как мясом. Я, конечно, делаю сейчас шашлык из промзабоя, но все равно это качественный шашлык. Ну а хотите узнать, как это делается? Тогда слушаем. Ну так вот. Люди спрашивают меня, как готовить шашлык. Сейчас расскажу. Не я вот так готовил, это готовил. Мой оператор Валерий Гемельверт. Так вот он рассказал, что надо шашлык мочить в луке. Сейчас объясню, как. То есть вы берете вес мяса, ну, допустим, мы сегодня взяли 7 килограмм мяса. Я пошел сразу, взял 7 килограмм лука. Что вы поняли? 7 килограмм лука. Вот что с них случается. Понял. Затем далее. Вы идете к представителю диаспоры под названием Корейская диаспора. Астрали крытого рынка. И говорите, мне кинзы и базилика на 7 килограмм. А потом еще заказывайте на 7 килограмм аджики. Вот. И это все туда же. Перемалываете. Вот. А еще потом идете чуть дальше. И вбок, в правый. Также просите человечка, не помню, с какой он диаспоры, но тоже с восточной, на 7 килограмм мяса вам затарить всяких приправ. И он вам это делает. Вот и все. Все это перемалываете, перемешиваете. Два дня. И супер-мега шашлык готов. Так что никаких вам других шашлыков-то и не надо. Если вы хотите фирменный, настоящий шашлык.